Всем привет, друзья! Сегодня будет болтательное видео. Не хотела рассказать такую небольшую историю про то, как... Если чего-то хочешь, надо найти способ, как это выполнить. И на своём примере просто расскажу, как, в принципе, несложно что-то сделать, если очень захотеть. Итак, у меня очень давно зрела идея, мне очень нравится вырезать лица из липы, да, и я думаю, ну, не буду же я просто лица вырезать, да, мне нужно куда-то их приспособить. Я думала, 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 а потом как-то раз, как-то раз я увидела в бутылке пробку, но не простую, а, ну, из чего-то сделанную, наверное, пищевой силикон или что-то в этом роде. Я подумала, м-м-м, а чё ж силикон-то, а если использовать дерево? Ну, и, собственно, на этом дереве и вырезать эти лица. И в то же время это будет неплохой подарок друзьям, и даже можно продавать при желании. Но здесь я столкнулась, конечно, с одной большой проблемой для меня. Чтобы выточить конус, да ещё и ровный, и так, чтобы он плотно прилегал в горлышко, да, чтобы не попадал в воздух, функция пробки, в общем-то, и заключается в том, чтобы герметизировать бутылку. Вот, ну, токарного станка у меня нет, и приобретать я, как бы, не собираюсь, потому что, ну, некуда. Конечно, хочу, но это уже другая история. В общем-то, решить проблему было легко. Мне осталось только найти человека, который вытачит мне заготовки, и оставить мне место на деревяшке, где я, собственно, и буду производить резьбу. Ну, конечно же, я пошла на ярмарку-мастеровку, куда ещё? А в поиске набрала столярные изделия, написала пяти мастерам, ну, примерно подходящие под мои параметры, да, что точные изделия, что, я думала, липа наверняка есть, потому что у нас нет, в принципе, в России дефицита с липой. И, знаете, я наткнулась на отказ. Ну, как так? Я же там ни одну штучку, ни две, там, я хотела, не знаю, чтобы десять заказать, там, или даже двадцать. А мне как стали отвечать эти мастера, что мы работаем от ста штук, от пятиста, что ещё кто-то мне ответил, что им неинтересен такой заказ, кто-то ответил ещё что-то, кто-то вообще не ответил. Я думаю, ну, вот это наглость, вообще люди зажрались в России. То есть, они мне даже не озвучили цену, и сразу шёл отказ, неинтересно. Ну, хорошо. Думаю, ну, либо не судьба мне этим заняться, либо, значит, поищу ещё варианты. И я знала, что у меня в подписчиках очень много мастеров, которые работают с деревом. И я выбрала просто канал, который я знаю точно, что занимается токаркой, и написала, собственно. И канал этот оказался Александра Новикова «От скуки на все руки». Александр быстро согласился сделать мне, даже нашёл липу, хотя изначально вроде как её не было. И, в общем, я получила свою посылку, и я вам покажу в итоге, что получилось. Изначально я выслала, конечно же, эскизик, чего мне надо сделать было. Вот, и, там, спустя какое-то небольшое количество времени ко мне пришла посылка вот с такими заготовочками. Сейчас поближе вам покажу. Вот, собственно, конус, который в бутылку вставляется, да. То есть, бутылки могут быть разного диаметра, это неважно, собственно. Поэтому именно конус. И место как раз для моей резьбы. Но это было не всё. В посылке ещё оказался сюрприз, чего я, конечно, не ожидала и благодарна, потому что эта штука просто нереальной красоты. Вот. Это шило. Кто не знает, я ещё работаю с кожей, поэтому это актуально как никогда. Я буду использовать его, мне точно пригодится. Даже не как декоративный элемент, безумно красивый, да, но и как рабочий инструмент. Вот. Смотрите, какая красота. Сейчас, как бы так показать, сейчас бы сфокусировала камеры. Если вы обратите внимание, здесь разные породы дерева. Ещё немного расскажу про канал Александра. Я всем советую туда сходить, подписаться, посмотреть видео, потому что Александр делает деревянные игрушки для детей. Также он работает с металлом, токарка. Ну, собственно, это можно понять, да. Исходя из того, что шило сделано полностью вручную. То есть выточено, отшлифовано, все детальки склеены. В общем, полностью ручная работа. Также на канале Александра можно найти обзоры каких-то покупок, обзоры пил. Видео о том, как он создаёт свои изделия. Они абсолютно разные. В общем, много познавательных видео. Я даже не всё ещё сама пересмотрела. Наблюдать интересно. Всем рекомендую. Ставьте лайки и подписывайтесь на Александр. Конечно же, ссылочку я поставлю вниз в описании под видео, чтобы вам было легко туда перейти и подписаться. Также хочу сказать огромное спасибо подписчикам Александра, потому что они гуськом пришли на мой канал и просто написали мне уйму положительных комментариев, за что я безумно благодарна. И подписались. И, в общем, это было как-то очень приятно и неожиданно. Ну и, собственно, сейчас я покажу, что я делаю из этих заготовочек. Это вот очередная работа. Такая вот женщина-травница, я её назвала, потому что она не очень похожа. Вообще задумывалась ведьма, но она что-то больно доброе получилась, поэтому это будет такая травница, скажем так, знахарка. Не знаю. В общем, лесной житель. Вот, собственно, этот конус, который я не трогала. И вот резьба сделана. Сейчас эта пробочка покрыта маслом для разделочных досок и вообще для кухонной утвари. И после того, как оно высохнет, впитается, я нанесу уже пчелиный воск и заполирую, особенно вот эту часть, чтобы защитить древесину. Ну вот, пожалуй, и всё. Сегодня коротенькое видео. Желаю всем творческих успехов. Никогда не оставляйте свои идеи незаконченными. Добивайтесь, ищите варианты решения. Всё в ваших руках. И вообще, если захотеть, можно в космос полететь. Всем пока!